Очередные посылки из Китая дошли за 30 дней с момента заказа. Вот эту посылочку продавец отправил на следующий день, а вот эту посылочку продавец отправил через 3 дня. И записываю повторно этот видос, потому что первый раз видос не получился. Так что пришлось мне ее перезаписать, и поэтому у меня они уже вскрытые. Вскрытия на камеру не будет. Ну и здесь у нас, как вы уже прочитали в описании, джеки 3.5. Здесь у нас 5 штучек пластиковых джеков, а здесь у нас 2 штучки железных джеков. Ну и нафига себе еще купил пачку джеков. Я свой запас, который покупал перед этим пластиковых джеков, полностью еще не израсходовал. У меня там еще штуки 3-4 осталось, и я решил пополнить запас своих джеков, потому что джеки 3.5 штука нужная, в хозяйстве всегда нужны, потому что болезнь всех наушников это перелом провода в основании джека. Ну или в средине вот здесь вот, или вот здесь вот над джеком, обламывается провод, и приходится менять вот на такой вот джек разборный. Потому что на наушниках все джеки не разборные. То есть их там можно там разрезать, потом наколхозить, как я это раньше делал, когда 3.5 джеков таких разборных не было. Были вот такие вот железненькие, но они очень были дефицитные. Пластиковых тогда еще не было, китайских. Так что наткнулся не на дорогие джеки. Вот эти вот 5 штучек стоят 1 бакс, и дешусь я заказать, чтобы были. Плюс еще там мне высветило похожие вот такие вот еще джеки, железненькие. Эти два штучки стоят 25 гривен, то есть почти что как эти 5 штук. Ну зато эти железненькие. Здесь вот у нас есть вот такая вот изоляция в средине. Топ контакты на массу не закорачивали. Кстати, я помню, которые были советские. А возможно, то уже были тогда китайские, а не советские, я не знаю. Хотя, возможно, все-таки советские были такие джеки. Вот такой вот изоляции не было. Я там бумажечку подматывал, чтобы не коротили на контакты. В принципе, больше как бы рассказывать нечего. 3.5 джеки, а не в Африке 3.5 джеки. Эти вот такие вот более-менее качество в пластиковых, железных. Качество такое хорошее. Можно юзать. Кому нужны недорогие джеки, ссылочку оставлю в описании. Переходите и заказывайте. То, что я же говорю, джеки всегда нужны. Наушники всегда ломаются. Я там постоянно колхозил какую-то фигню. Когда у меня обломался вот здесь вот провод. На моих наушниках, через которые я слушал свой плеер. Кассио, кстати, где-то он валяется у меня до сих пор. Надо его найти и восстановить. У меня там пачка пасеков есть. Пасек туда новый поставить. И все, рабочий у меня будет плеер. Плюс джека упачка, любые наушники можно туда подтыкнуть. Но это немножко отвлекся. По самим джекам джеки нормальные. Юзать можно. Паяются нормально. Но если паяльник у вас и плюс нормальный. Еще раз повторюсь. Кому нужны джеки, ссылочку оставлю в описании. Переходите и заказывайте. А кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. И не забудьте нажать на колокольчик. Хотя хрен с ним с этим колокольчиком. Не забудьте нажать на лайк и подписаться.